Доброе утро, друзья! Это серьезный срок для всех, и для журнала в том числе. Как планируете отмечать этот юбилей? Это не говоримо. Спасибо большое. Мы отмечать планируем широко. Мы даже написали план праздничных мероприятий, который состоит из 250 пунктов. Если хотите, мы какие-то пункты озвучим. Хотим, конечно. Мы же хотим запланировать. Прежде всего мы планируем сбросить всей редакции 25 килограммов. Всей редакции. Десятью человеками. Сперва набрать, потом сбросить. Краснобурдинский марафон. 25 метров, 25 сантиметров. Это у нас такой традиционный марафон. Большой краснобурдинский марафон. Обязательно попросим парфюмеров выпустить аромат красная шанель 25. Ну, или можно парфюмеров не просить, но аромат обязательно выпустим. Хотели также к овощеводам обратиться, чтобы они сделали сорт огурцов. Красная бурда – нет. Ну, прикольно же, красные огурцы. Обязательно в честь 25-летия мы помоем Ленина, памятник Ленина. 25 раз подрете его? Нет, хотя бы один, потому что он уже старый, пожилой человек. Он год не был в бане, его девушки не любят. Ты их знаешь дольше? Они вообще серьезные бывают? Нет. Еще мы хотим на углу улиц Чапаева и Фурманова установить памятник из четырех фигур. Уже давно хотим. Василий Иванович, Петька, Анка и Фурманов. Уникальное явление для нашего города, ну, вообще для страны. Пересечение улиц Чапаева и Фурманова, насколько я знаю, ни в одном другом городе такого нет. Можно поставить уникальный памятник и будет литературный. Слушайте, ну, планы грандиозные, мы, как бы, всячески согласны вас поддерживать в этом. Давайте. И Ленина пойдем с вами мыть, и памятник вместе открывать. И даже можем присоединиться, скинуть 25 килограммов, ну, помочь. На двоих. Да, да, да. Ну, во всяком случае, я 20, ты 5, договорились? Давайте поговорим про журнал. Он за это время как менялся? Расскажите, помните ли вы первый выпуск? Первые шутки, может быть. Как он выглядел? Так же? Красная бурда началась как газета. Она называлась журнал-газета. Вот. И выглядела она как газета. На газетной бумаге, так, как газета и продавалась. А в 93-м году мы перешли на журнальный формат. Появилась обложка, появился цвет. Внутри, правда, цвета не появилось. Внутри газета все еще осталось. Внутри осталось. В душе. В душе этот журнал все равно остается газетой, потому что там полно всяких новостей, много рекламы. Он отличается от толстого журнала, такой недотолстый. Он немножко ненастоящий. Чуть-чуть. От первой до последней страницы ненастоящий. Да, он менялся, скажем так, вместе с нами. То есть... Борода у него, отрасла, усы. Все так и было, да. То есть у шуток борода. Значит, больше шуток с нашим взрослением, больше шуток об аптеке. А здоровье. О здоровье. О похоронах, да. Пытались подсчитать, сколько шуток было вами создано за вот это время? Да. Понимаю, что вы работаете больше 25 лет. Пытались. Давайте я сейчас прямо... 54 328. Пожалуйста, проверим. Да, попробуйте проверить. А вот и не угадал. Смотри, в журнале 24 страницы. Я посчитал это все. Я умножил. 15 шуток, значит, 250 номерах, 90 тысяч шуток. А учитывая, что у нас процент годного, когда мы работаем, где-то около 10 процентов, то есть мы за эти 25 лет пытались пошутить около миллиона раз. Пытались. Пару раз получилось. Пару раз получилось. Да, действительно, рождение шутки – это такой процесс, это как мышцу накачивать. Вообще, как рождается шутка? Тяжелый процесс? Легкий? Откуда он берется? Из жизни? Или сами сидите придумали? Я бы сказал, процесс скучный. И не смешной. Но, по крайней мере, мы его сделали скучным. Берется одна голова, а лучше не одна, а штук 10. Берется столько же ручек шариковых, бумажек. Трезвый голова? Обязательно. Мы пробовали в любом агрегатном состоянии сочинять, только по-трезвому, только на свежую голову, только не с похмелья. Вот, кстати, мы можем проверить запросто, как у вас проходит процесс создания шутки. У нас есть вот парочка, тройка шуток, так сказать, до внешних ваших. Да, я должен заметить, они должны внестрессовой, спокойной ситуации. Так что у нас сейчас ничего не получится. Давайте все-таки попробуем. У нас есть несколько шуток из раздела «Микробайки» в журнале «Красная бурда». И мы хотим озвучить вам первую часть шутки и услышать, сможете ли вы повторить так же, как оно было в журнале сначально. Или в сходу сочинить продолжение уже по-новому. Итак, я начну, Юля, если ты позволишь. По мнению ученых-медиков, если когда-нибудь мужчина и сможет родить, то это, скорее всего, будет... Нобелевский лауреат. Володь, есть у тебя вариант? Спасибо, Володя. Спасибо. А то это будет Володя Логин. На программе ОТВ. Ученым-математикам катастрофически не хватает... Цифр. После запятой. После запятой в числе пи. Ты представляешь, Юля, я понимаю, что они 25 лет этим занимаются, конечно. Да и последнее. Толстой не понаслышке знал о нелегкой жизни крестьян. Продолжение. И... Поскольку и сам... Подсказка. Это были их шутки. Поскольку толстой... Нет, ну нам много приписывают, понимаете? Владимир Логинов, Владимир Маурин. Не смогли вспомнить ни одной своей шутки. И только что на ходу придумывали свеженькие. Да, кстати, между прочим, такой вопрос... Не смогли придумать ни одной свеженькой. Вопрос. У вас коллектив мужской. Почему? Потому что женщины не умеют шутить? Нет, потому что все члены коллектива мужчины. А, ну понятно. Женщины, они просто... Они умнее. Они такой ерундой, как выдумывание шуток. Они не хотят заниматься. Тем более в течение 25 лет. У них есть другие, более насущные заботы. И с другой стороны, пока мы пытаемся сочинить, должен же кто-то нас ждать дома. В конце концов. В конце концов. А если они еще на работу к нам придут? Вот это логично. Это будет не работа. Ну, у вас вышел юбилейный 250-й журнал «Красная бурда». Я так понимаю, он у нас есть в студии? Да. Он не юбилейный, он очередной. Очередной. Вы просто к этому относитесь. Мы спокойно относимся к юбиле. Вот как раз тут женщины изображены. Какие сюрпризы вы в нем приготовили читателям? Там будет 25-я страница. Так, так, так. Приложено, да. С ее помощью будем зомбировать читателей. 23-24. Она невидимая, как положено. Вы же на телевидении работаете, вы же знаете про 25-й кадр. Вот мы сделали невидимую 25-ю страницу, она будет воздействовать. Там 25 отпечаток. Ну, 25 отпечаток. Кто найдет, получит приз. Получит номер без отпечаток. Дорогие телезрители, у вас есть реальный шанс заработать и получить в подарок. Заработать. Да, заработать. Заработать на журнале. На журнале. Купить и перепродать. Получить в подарок. Получить в подарок этот журнал. И еще бейсболку с автографами авторов, которые сидят у нас в студии. Да. Это бейсболка. Все честно. Это бейсболка фирменная. Бейсболка красной бурды. Ты сейчас с гримом сотрешься. И с гримом Владимир Алексеевич Маурин. Дорогие друзья, сейчас ответить на вопрос, который... Который готовы озвучить наши гости. Да. Давайте. Вопрос звучит так. Какой город чаще всего упоминается на страницах журнала «Красная бурда»? А варианты ответов есть? Нет. Это не ЕГЭ. Вы что? Тут надо знать. Тут угадать не возможно. Какой город чаще всего появляется в журнале «Красная бурда»? Дорогие друзья, если вы знаете, если у вас есть хотя бы один вариант, то отправляйте смс-ку на наш номер 8-922-32-09-36. Те, кто правильно ответит, узнают результаты в понедельник. Так что в выходные у вас будет реальный шанс помучаться немножечко. Ну и еще один шанс выиграть подарки от «Красной бурды» у вас есть, если в воскресенье вы приедете в город Екатеринбург, в парк Маяковского, ведь там пройдет замечательный праздник. И хочется спросить у вас, Владимира, что там будет? Там будет фестиваль барбекю. Будет есть, разговаривать, пишите. То есть люди, которые любят мясо, соберутся туда, принесут с собой мясо, принесут с собой угли, огонь, решетки, и будет всячески это мясо готовить и употреблять. То есть вы пошутите, заодно и поедите везде? Нет, мы просто поесть. Там будет масса всяких конкурсов, и вот там в одном из конкурсов будет разыгрываться призы от «Красной бурды». Тоже бейсболка и несколько журналов раритетных архивных. Архив с автографами, да. Ну и не обязательно про мясо, хотя это и будет фестиваль барбекю, но мы думаем, что тот, кто любит нормальный барбекю, любит другие нормальные вещи, в том числе и «Красной бурды». Спасибо вам большое, дорогие, что были у нас в студии. Мы напоминаем, что у нас в студии были уникальные люди, которые известны всей стране. Главный редактор журнала «Красная бурда» Владимир Логинов и один из его создателей Владимир Маурин. Ну и сейчас наш эфир продолжит программу событий. Узнаем о последних новостях в Свердловской области. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!